Медиков, ушедших на пенсию или на самоизоляцию, попросили вернуться к работе после вакцинации от COVID-19. С таким предложением выступил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко. Новая волна коронавируса усилила давление на медработников. Так, нагрузка на первичное звено возросла в 10 раз. Многие из врачей и сами заболевают. В региональном Минздраве инициативу Мурашко вернуть докторов поддержали. В настоящее время есть достаточно серьезный кадровый дефицит. В первую очередь, в перечном звене. Если говорить о кадровом дефиците, в перечном звене, это в первую очередь врачи-терапевты, врачи-педиатры, ну и, соответственно, врачи узкой специальности, в первую очередь. Понятно, что это неврологи. В рамках этого хотел бы обратиться к уважаемым коллегам. Уважаемые коллеги, друзья наши, опыт наш, сила наша, да и по большому счету стержень наша. Возвращайтесь к нам. В Минздраве найдут место не только опытным врачам, но и студентам, медикам. Сейчас для них также открыты вакансии в региональный колл-центр и центр телемедицины. Людмиле Николаевне 72. В медицине она с 1979 года. Большую часть жизни она проработала в Ульяновской больнице номер 3. Сначала участковым врачом, после заведующей терапевтической службы. В том году перенесла ковид, из-за чего принимать пациентов и ездить на вызовы стало сложно. С активной врачебной деятельностью пришлось расстаться. Но ненадолго. Людмила Николаевна привелась. Перешла на бесконтактный вид помощи пациента. Сейчас она трудится в центре телемедицины. Моя обязанность принимать телефоны со 122 номера. Это вы знаете, что за номер экстренный. И даю, стараюсь, расширенные консультации. Консультации разные бывают. Количество консультаций в последнее время увеличилось где-то ежедневно 50-60. Если раньше Людмиле Николаевне приходилось больше всего отвечать на вопросы про вакцинацию, то сегодня людей интересует лечение от ковид-19. Врач-терапевт центра не единственная, кто консультирует пациентов. Вместе с ней работают 20 операторов. Все они студенты-медики 6 курса УЛГУ. Шесть из них сейчас сами на больничном. Операторы центра телемедицины обрабатывают заявки, которые к ним поступают со службы 122. Специалисты обзванивают каждого пациента на амбулаторном лечении с диагнозом ОРВИ, пневмония, ковид-19. Корректируют их лечение, спрашивают о состоянии. Уточняют, приходил ли к ним участковый терапевт. Оператор также может помочь вызвать скорую помощь и неотложку. Предоставляется для каждого оператора определенное количество список. Человек где-то от 70 до 100. И мы должны их обзвонить. И обязательно через 2-3 дня мы обзвоним его снова, если у него хорошее состояние. Если плохое состояние или без изменений, мы обзваниваем через день. Одна заявка занимает в среднем 5 минут. Со слов Глеба, работа в центре не мешает учебе в УЗЕ. Трудятся студенты-медики в две смены. Есть время на посещение лекций и выполнение лабораторных работ. Самое приятное, что это благодарность пациентов, которым мы можем помочь, которых врачи не успевают обойти. Бывает, потому что, сами понимаете, сейчас врачей не так уж и много. И поэтому они иногда благодарны за то, что мы им помогаем и обзваниваем, хотя бы узнаем. Медработники, желающие вернуться к профессии, могут обращаться на предыдущее место работы, а также в региональный Минздрав по номеру 8-800-42-2-41-07-83. Звонки принимают и в телемедцентре по номеру 36-24-83. Ринат Алиулова, Данил Сурков, Улправда ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова